Высокую роль поэзии в годы войны подчеркнул в своем интервью поэт-фронтовик Юрий Георгиевич Разумовский. Интервью. Жанр публицистики, предназначенная для печати, радио или телевидения, беседа журналиста с одним или несколькими лицами по каким-либо актуальным вопросам. Публицистика. Род литературы и журналистики рассматривает актуальные вопросы общественно-политической жизни. Стихи о войне Разумовский называет «школы мужества», подчеркивая их нравственное начало. Не случайно в стихах и песнях тех лет есть отголоски личных переживаний каждого из участников войны. Уже с первых дней войны поэзия оказывается рядом с человеком. В стихах тех лет чувствуется и боль, и скорбь, но все же они проникнуты верой в победу, пусть и не скорую. Написанное в июле 1941 года стихотворение Анны Андреевны Ахматовой «Клятва» — своего рода призыв обращения ко всем женщинам-матерям, женам, сестрам, выстоять и найти в себе силы поддержать тех, кто уходит на фронт. И та, что сегодня прощается с милым, Пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, Что нас покориться никто не заставит. Осенью 1941 года Константин Михайлович Симонов пишет стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», посвященное другу поэта Алексею Суркову, автору известной землянке. Чувство глубокой любви к родине пронизывает стихотворение поэта. Просто, душевно, сохраняя интонацию дружеской беседы, поэт рассказывает о событиях на Смоленщине от лица очевидца солдата фронтовика. Вот отрывок из этого стихотворения. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав как детей от дождя их груди, как слезы они вытирали украдкую, как вслед нам шептали «Господь вас спаси» и снова себя называли солдатками, как встарь повелось на Великой Руси». Душу каждого человека на войне согревали стихи и песни о любви, верности, родном доме. Стихотворение Алексея Александровича Суркова «Бьется в тесной печурке огонь» было написано в ноябре 1941 года на Западном фронте, где в то время шли ожесточенные бои. С самого начала стихотворение представляло собой часть фронтового письма поэта жене. Спустя практически год с момента написания стихотворения, в 1942 году появилась и песня. С трепетом и любовью хранили бойцы в карманах своих гимнастерок стихи землянки, вырезки из газет с этими стихами посылали в письмах домой, с ними шли в бой. «Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза, про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой гармоника в юге назло, заплутавшее счастье зови, мне в холодной землянке тепло, от моей негасимой любви. Теме войны и памяти тех, кто не вернулся с фронта, посвящено стихотворение Александра Трифоновича Твардовского. «Я знаю никакой моей вины». «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в то, что они, кто старше, кто моложе, остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же, все же, все же». Памятником неизвестному солдату, первым в его честь зажженным вечным огнем, поэт-фронтовик Юрий Георгиевич Разумовский назвал стихотворение Твардовского «Я убит подоржевом». Стихотворение продолжает тему памяти в творчестве Твардовского. «Я убит подоржевом, в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жестоком налете. Я не слышал разрыва и не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва. И ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей». Тема войны прозвучит в поэзии и спустя годы с момента ее окончания. В честь 20-й годовщины Победы поэтом Николаем Семеновичем Тихоновым написано стихотворение «Берлин, 9 мая». Стихотворение наполняет жизнеутверждающий пафос. «И пусть в двадцатую весну народы слышат наше слово. Здесь, где добили мы войну, мы не дадим родиться новой». Тема Великой Отечественной войны звучит не только в творчестве поэтов-фронтовиков, непосредственных участников событий. Но и много позже о войне, памяти и совести в своем творчестве скажут и такие известные поэты, как Анатолий Жигулин, Владимир Высоцкий. «На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне виден вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Ристак, горящее сердце солдата». У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? Удивительная способность художественной литературы откликаться, сопереживать не позволяет ей оставаться в стороне и в судьбоносные периоды истории. В произведениях, посвященных Великой Отечественной войне, звучит и радость победы, и горечь утрат, и гордость за победителей, и чувство святого долга перед павшими. Но все их связывает одно – чувство глубокой связи с родной землей, любви и верности Родине.